Привет, ребят! Вы сейчас просто офигеете, потому что я офигела. Ну, хотя нет, вы, наверное, не офигеете, потому что вам пофиг. Вы не я, вы не ощущаете эти эмоции всё равно. И вы просто сидите, смотрите это у себя на телефоне, компьютере, телевизоре. А я нахожусь в этих обстоятельствах сумасшедших. Пишет мне такая Карина, типа, блин, посмотри, как на даче весело. Там, короче, просто жесть, там снега дофига. Говорит, типа, погнали на дачу? Я такая, типа, погнали! Я закончила влог сегодняшний, вчерашний. Вы его посмотрели вчера. Влог, который я закончила сегодня. Короче, как это вам объяснить? Сегодня суббота, и влог с 13 февраля у меня уже вышел на канале. Но сейчас тоже 13 февраля. Замудрила. Те, кто следят за моей неделей влогов, вы всё поняли. Короче говоря, сейчас мы с Кариной едем на дачу. Я уже смонтировала влог, сейчас 22.50. То есть, ну, как бы без 10 минут 11. И просто экстренный турбо-режим. В общем, мы решили поехать на дачу. И завтра же вернуться в Москву. В воскресенье. И я не знаю, мы, конечно, сумасшедшие. Но там проехал какой-то трактор, почистил дорогу. И мы сможем попасть на участки. Мы поедем на Карине, потому что я уже выпила вина. Как вы вчера могли посмотреть. И это просто шок. Вообще давно на Карине не ездили на дачу. И я кайфую. Я вообще последние три дня, четыре дня даже, кайфую. Потому что я вообще не сажусь за руль. Я люблю водить. Но мне нравится то, что я такая типа сижу в телефоне, сторисы снимаю, влоги снимаю. То есть, прям благодать. И я не буду трогать свою машину, которая хорошо стоит. И я не потеряю своё изумительное место во дворе. Я думала, что Слава уедет в воскресенье и бросит меня в день всех влюблённых. Но вышло наоборот. Но я уже вернусь завтра в воскресенье. Вечером мы пораньше выйдем. Ну, как начнёт темнеть, грубо говоря. Мы поедем в Москву. И не знаю вообще, на самом деле, по поводу пробок. Надеюсь, что их не будет каких-то сильных. Но мы едем просто потому, что погода сумасшедшая. Мы не помним такой погоды. И очень интересно посмотреть, насколько там всё на даче. Снегуло. Там очень много снега. В Москве, конечно, дофига. Но мне кажется, там это просто будет шок какой-то контент. И мы едем и из-за контента, и из-за родителей. И просто потому, что мы можем себе это позволить. Так что я жду, когда за мной заедет Карина. У меня рендерится видео. Она уже выходит. Классно. Стырила. Хорошо, что мне хватило мозгов не смывать косметику. Но, в принципе, о том, что мы поедем на дачу, мы с Кариной решили, когда я как раз таки ужинала вчерашней курицей. Сегодняшней для меня, но для вас вчерашней. Курицей и рисом. Вивочка, ты остаёшься с папой. Мое чудесное создание. Чему я халюся? Будешь скучать? Мама тебя с собой не берёт. Не берёт. Не берёт. Не грусти. Там тебе делать нечего. Мы обе в одинаковых куртках. Я сказала Карине, чтобы она взяла такую же шапку, как и есть у меня, которую я увидела у Карины и заказала себе такую же. Короче, конченые подружки. Странные девочки. Мы самые лучшие подружки. Да, и мы просто так спонтанно. Не помню, когда такое было. Самое главное, что я не помню, когда мы вообще с тобой ездили именно на тебе на дачу в последнее время. Это постоянно, если мы едем вместе, то, грубо говоря, на мне. А потом ты с родителями возвращаешься. Короче, взрыв эмоций. Взрыв эмоций. Конечно, вам плохо меня видно. И слава богу, да. Но я накрасилась даже. Ну, как бы я и так была накрашена. Просто я марафет свой подмарафетила. Короче, я такая Славя говорю, типа, когда он мне сказал, что он в воскресенье уедет на дачу. Я говорю, ты что офигел? В день всех влюблённых? Ты что, хочешь уехать в день всех влюблённых? Бросить меня? И сейчас просто я такая за полтора часа до выхода говорю, я уезжаю. А он такой, куда? Я говорю, там мы на дачу с подружкой решили рвануть. Какое-то странное ощущение. Волосок, возможно, знаешь. Иногда надо прям оттянуть глаз, потому что у меня есть такие приспособления, шарфы, какие-то шапки, у которых прям такие тонкие белые волосинки, которые ты можешь на глазу даже не увидеть. И можно их увидеть только если оттянешь нижнее веко и увидишь какая-то маленькая тоненькая волосочка. Я очень отцелула нижнее веко. Но мы такие счастливые, девчонки. Расскажи, как это было. А как это было? Это новый влог получается? Да! Я тут все начало объясняла то, что вы не понимаете. У меня сегодня вчера, но у вас новый день. Типа вы не понимаете. Мы что, совсем тупые? Я скидываю тебе сториз моей мамы о том, как заснежена на даче. И говорю, типа, обалдеть. Самый угар еще в том предыстория. Я сейчас, когда монтировала влог, угорала с этого дико. Где мы с тобой обсуждаем то, что сейчас на дачу ехать вообще не лучшая идея. В такую погоду. Такой снегопад. Сейчас ехать на дачу, это просто, ну, реально опасно. Ну да, опасно. Мы такие, опасно? Поехали! Короче, не знаю, я максимально заряжена на позитив. Я еще такая домой после наших с тобой гулянок пришла. Снимаю на кровати, как заказываю Яндекс.Лавку. Лежу такая, говорю, типа, блин, это так тупо. Я такая дурочка. Зачем я начала сейчас снимать неделю влогов из-за такой погоды? Конечно, я не знала, что будет такой снегопад. И лучше сидеть дома все это время, всю эту неделю, например. Но это так тупо. И получается, что, как я начала неделю влогов, это уже третий день. И я не то, чтобы не сижу дома. У меня такие приключения. Именно в эту погоду. Блин, ну круто. Да, жесть, но зато я не помню. Ты сказала, что ты за эту зиму не помнишь такого снега у себя в сторис или в телеграме, ты сказала. А я тебе так скажу, я вообще не помню такую зиму. В прошлом году не было такой зимы. Не было такой зимы. Ну ты... Ой. Ой, дрифт. Нет, нет, снег. Нет, слушай, ну давно такого не было, да, реально. Но в прошлом году это вообще зима была от нас. Там вообще снега не было. Мне кажется, что наша мама, ну по крайней мере моя мама точно скажет что-то в духе, типа, такая зима была только когда я тебя носила в животе, знаешь? Типа 20 лет назад, там 20 с чем-то. Потому что я, клянусь, я не припомню, чтобы настолько много снега выпадало в Москве. Ну я не помню. Да, было снежно, было морозно. Но чтобы столько снега, что ты не можешь вообще проехать. Было такое. Просто мне кажется, что... Во-первых, начнем с того, что нельзя назвать это зимой. Целой. Потому что так только три дня. Все остальное время было... Слушай, ну такие три дня, что как бы и всю остальную зиму не надо. Тоже верно. Да нет, прикольно. Но такая редкость, реально. Это большая редкость, что так. Да, но моя мама точно бы сейчас сказала, знаете, девочки, такую зиму... Ну не знаю, надо будет, кстати, у нее спросить, но я помню, что она мне бывало рассказывала, что такой зимы какая была, когда она там была моего возраста, да, или там когда я родилась. Она такой зимы, ну вот не помнит, потому что реально она мне рассказывала, что были сугробы чуть ли там не 5 метров. Ну, типа, ну, конечно, мы сейчас не 5 метров, но это просто к тому, что... Ну, мы часто бывает говорим про то, что климат меняется, про то, что как это страшно, что вообще не пойми, что происходит с планетой. Ну, как бы все это пугает. Немальное, по земле. Да, и мы как бы это тоже часто и в семье тоже обсуждаем, что летом холодно, типа, должно быть жарко, зимой жарко, должно быть холодно. Ну, типа, вот эти вот сбои непонятные. И поэтому ко всему этому мы это обсуждали. Боже, я такая говорливая. Это вообще супернадежная, потому что тебе нравится. Не, мне кажется, это просто тебя вдохновило эта история. Меня это вдохновило, и еще я не жестко прыщавая, поэтому у меня, в принципе, в целом хорошее настроение. А еще я подарила Славе подарок. И как ему, расскажи. Ему очень понравилось, было очень мило. Ты сняла его реакцию? Нет, я не снимала его реакцию. Да, вообще, в последнее время я стараюсь поменьше личной жизни показывать, но я думаю, что скоро начну показывать побольше. Не знаю, просто люди такие злые. Да, я знаю. Да, и вот даже если говорить про прошлый влог, мне не совсем понятно, не прошлый влог, а первый день. Мне не совсем понятно, почему такие реакции у людей на абсолютно обычные, простые вещи, бытовые какие-то обсуждения. Ну, я не знаю. И я просто как бы знаю, что сниму Славу, да, его реакцию. Кто-то напишет, кто-то напишет, что он не сильно рад, или кто-то напишет то, что он там слишком сильно рад. Ну, понимаешь? И поэтому мне не хочется лишний раз провоцировать людей. И, с одной стороны, это грустно, потому что я готова делиться какими-то такими моментами, но, с другой стороны, мне не хочется, чтобы, ну, провоцировать. Вторгались в твою личную жизнь, топтали ее как следует. Да, я поэтому сейчас ничего не снимаю, если честно, вот так-то. Ну, ему понравилось, короче. Очень понравилось, реально. Ты не ожидал? Ну, он не ожидал. Он вообще сказал, что офигела, ты зачем, типа, такой дорогой подарок? Это же просто день всех влюбленных. Ну, типа, ну, как бы, не знаю. Потому что все равно у каждого подарка есть своя какая-то градация. Типа, слишком дорогой подарок, это на день рождения. Средний, это на Новый год. Ну, типа, день всех влюбленных, 8 марта. Для меня это такие, типа, да, ну, как бы, я думаю, Слава ожидал что-то в духе, типа, какие-то там трусишки, носочки, ну, знаешь. Ну, блин, у тебя просто появилась крутая идея, реально. Которую ты мне подкинула, но в целом, да, ты просто мне напомнила о том, что, действительно, это же то, что, как бы, в идеале нужно, да. И не то, что там даже нужно всем. Мне, например, наушники не особо нужны, я ими, по сути, не пользуюсь вообще. Мы даже с Кариной обсуждали то, что я в машине, бывает, еду вообще в тишине, даже без музыки, как мы сейчас. Ну, да, я могу просто молчать сама собой, ехать. Не всегда нужна музыка, чтобы расслабиться или получить какое-то, ну, я иногда просто, я понимаю, что у меня такой поток мыслей в голове. Да, ты так не прыгаешь с темы на тему, это прикольно. У меня бесконечно это, у меня такой поток мыслей в голове, что иногда просто хочется посидеть в тишине и не слышать даже себя. А, я думала, ты говоришь про влог сейчас. И влог, и влог-то да, да у меня вообще какая-то фигня в голове, мне кажется, у меня там, знаешь, типа, как в книжке вырваны листы. И, типа, я это книга, из которой просто кто-то взял, вырвал листы, или какой-то ребенок просто фломастером что-то зарисовал, и, типа, там должно пойти дальше по смыслу, по плану, но... Но нет, мы дальше пошли на какую-то другую тему. Но, блин, кому-то это не нравится, кстати, мне бывает пишут тоже какие-то комментарии, типа, Юля, что за херня, это невозможно слушать вообще, я не понимаю. Ты сначала говорила про одно, а сейчас про другое, сейчас опять вернулась к этому. Ну, типа, что такое? Я такая же, на самом деле. Извините, что первое в голову приходит, а то поговорю. Мы, кстати, сегодня обсуждали, что наушники такие беспроводные, они очень крутые для уборки. Да, да. Когда есть несколько комнат в доме, ты постоянно ходишь туда-сюда, у тебя стоит интервьюшка где-то, и у тебя постоянно в ушах интервьюшка. Да. Потому что по-другому... Потому что так приходится носить телефон с собой, ставить на какую-то поверхность рядом, где ты убираешься. У меня еще бывало часто, ну, раньше, сейчас я либо в наушниках, либо вообще даже бывает, ничего не слушаю. В последнее время я полюбила тишину, даже не знаю почему. Странная, очень странная девочка. Раньше бывало такое, что даже из комнаты Слава орала на меня. Типа, ты можешь потише это слушать, потому что я-то смотрю не просто интервьюшки, а мужское, женское, где пьяные бабы орут друг на друга, понимаешь? Типа, делят детей, поэтому, ну, как бы, не каждый хочет слушать какие-то такие разборки. И, ну, да. Так, в итоге, первоначальная мысль по поводу подарка. Ему все понравилось. Ему очень понравилось. Ты хочешь снимать все это и реакции, потому что ты хочешь провоцировать. Вроде все темы, которые ты открыла, ты закончила. Да? Вроде да. Но подадить итог важный, кстати, ты сейчас хорошо сказала. Потому что кто-то, мне кажется, теряется вообще в какой-то момент моих разговоров. Чувствую, что-то у тебя все-таки в глазу есть. Может, мне поковырять? Да нет, там еще нет, просто что-то болит. Ну, левый не болит, правый что-то болит. А еще я кайфую от того, что не я за рулем. Да. А я на... Ну, мне нормально, кстати. Мне вообще нравится такое вождение экстремальное. Да? Я очень сосредоточена в такие моменты. И я прям такая, ух... Еще более сосредоточена, чем тогда нормальная погода. Ну, конечно. Ну, и... Машин мало. Хотелось бы тоже сказать, что сейчас не так страшно, потому что мало машин. И мы соблюдаем не то, что скоростной режим, и едем даже медленнее, чем как бы разрешено. Потому что все равно страшно, несмотря на то, что у нас сейчас нет снега. Прям какого-то, да, под ногами. И, в принципе, не как-то сильно заморожено все, но... Береженого Бог бережет. Ты еще едешь, дальше будешь. Да, и как хорошо сказано. А мы, вообще, знаете, изначально хотели завтра ехать. Да. У нас долгая была история наших переписок. Мы такие... Я ей такая, давай завтра поедем. Да. Такая, типа, давай сегодня. Ну, это, конечно, немножко плохой вариант, потому что мы себе немножко подпортим режимы. Я лично в 12 уже сплю. А-а-а. Ну, через полчаса, типа, мне уже пора. И то мне вчера в час уснула, на самом деле. Не, нормально. Я вообще в час тридцать вчера, мне кажется, уснула. Нормально, в самый раз. Не, нормально. Когда мы приедем, сразу пойти и лечь спать. А не так, что, типа, то пятое-десятое. В итоге, завтра просыпаемся в три часа. Ребята, мы тусили до шести. Шашлик пошли хоть жарить. Нет, нет. У нас завтра большие планы. Мы хотим поснимать. Мы же не просто так поедем. Мы поедем кайфовать, наслаждаться природой и фоточки поделать. Мне кажется, в итоге, знаешь, мы просто выйдем. Дай бог, чтобы мы смогли уехать завтра обратно в Москву, если честно. Потому что, ну, я, если честно, надеюсь, что все-таки такого жесткого снега уже не будет. Да, я тоже буду. Потому что сейчас вроде как бы нет такой метели, которая была последние дни. Но мы еще почему поехали? Потому что там проехал этот трактор или что-то такое. Короче, проехала. И там можно проехать. Потому что когда Каринина и родители приехали, они вообще остановились недалеко от шлагбаума въезда. Ты видела это видео? Да, да, да. Мама в сториз. Твоя мама скинула моей маме, мама скинула мне. И потом мы с тобой уже решили ехать на дачу. После того уже, когда как раз у твоей мамы в сториз посмотрели, что там проехалась эта штука, и они смогли, ну, нормально, видимо, доехать как раз. Ну и, короче, после того, как мы увидели, что туда можно сейчас поехать, рвануть, мы такие типа, ну-го. А еще я в шоке с того, что предыдущий влог у меня вышел на 58 минут до сих пор. А первый на 55, да? Это жесть. Я не знаю, как так вышло, но вот сейчас мы болтаем. Уже 13 минут. И еще дома я, наверное, минут на 6 записала, пока красился. Да, если это у тебя вообще будет, мне кажется, 20 часов. Не знаю, не знаю. Ну, слушай, ты начала, во-первых, не с утра, а у тебя, считай, здесь два дня. Чисто теоретически. Ну, получится, да, но как бы извиняйте дядьку. Все-таки история начинается у нас с вечера, что поделать. Ну да. Так интересней. Ну, я думаю, они кайфанут. А то будет странно, если, типа, мы такие просыпаемся на даче, и вы такие, стоп, как? А тут, вы знаете, всю предысторию. Нам уже не надо на даче распинаться и все это рассказывать. То есть на даче можно сразу заниматься каким-то делом. Кстати, из прошлого влога я вам показывала уги, которые я хочу взять на даче. Я их взяла. Я не знаю. Я... Вот такое бывает иногда. Не то чтобы там не говори никогда, никогда не говори никогда, но я такая, типа, ой, я еще не скоро поеду на дачу. Когда я эти уги отвезу на дачу, не знаю. В итоге просто едем на дачу. Блин, это классно. Это классно. Мы продолжаем ехать. Сейчас поспредничаем немножко про вас. Всем вам кости перемываем. Да ладно, шучу. Просто... Просто поугарать. Сейчас доедем сколько-то что-то и вернемся к вам с новыми новостями. Пока едем спокойно, тихо. Ну, вот сейчас есть машина, но думаю, что сейчас чуть попозже, подальше вообще, мне кажется, будет голяк. Единственное, что, знаешь, что интересно, будут ли завтра пробки вечером? Вечером там или когда мы поедем. Я думаю, надо приезжать поздно ночью так же. Даааа, ты шутишь. Тогда я точно собью режим. Ну, хотя я могу, конечно, утром смонтировать влог. Ты можешь... А, ты ноутбук не провода. Неее. Мы постараемся сделать все возможное. Не, мне кажется, там нет смысла на даче прям как-то тусоваться до какого-то талого. Да, я предлагаю, что часов шесть может быть даже выехать. Ну, будем смотреть по навигатору? Да. Навигатору. Так что едем. Еще и два человека у меня нет. А он еще не перестраивается. Ну, пусть едет по встречке. У них, видишь, дружба какая-то. Мы просто в шоке с этих людей. А потом плачут. Типа, почему мы в аварию попали? Да. Мы очень, очень аккуратно. Мы едем максимально медленно и как бы... Все на самом деле. Посмотрите, как красиво, как необычно. Мы с Юлией сравнили ощущение от этой поездки, как будто бы реально нас в Венецию позвали. Я, Корине, говорю, что это как будто возлюбленный, который мне сообщает ночью 13-го перед 14-го февраля, что мы улетаем в Венецию, собираем манатки, у нас через два часа самолет. Я говорю, а-а-а, я не верю, что в Венецию не стало! Мы Венецию! Мы сейчас отвозим Венецию. Под Москвенецию. На самом деле ощущение реально очень приятное. И вообще, типа, это моя мечта. Спонтанной поездки. Я знаю. Чем больше, тем лучше. Вот просто купить билет через два часа выехать в аэропорт, это то, о чем мы мечтаем. Но пока что как бы не удавалось. Потому что, в принципе, мы поженились с Оском, когда у нас уже пандемия настала, да? А до этого как-то неудобно было. Но это все отговорки, на самом деле. Захотели бы, сделали бы в любом статусе. Ну, мне кажется, вы и так достаточно спонтанные ребята, если сравнивать, например, со мной. Ну, может быть, но все равно. Как ни хотели. Слушай, ну ты... Просто не было таких поездок, что я мечтала. Таких прям, что за день, типа, за час, наверное, нет, да? Но просто мы с тобой переписываемся, только что мы с тобой болтали. И ты такая, я билеты выбираю в самолет. Типа, не знаю, сейчас Оску скажу, но я хочу, чтобы мы летели. Но, типа, все равно это очень спонтанно. Да. То есть обычно, ну, как бы, у нас такие решения очень долго обдумываются. Как ты думаешь, может быть, нам летом следующим куда-то поехать, типа, знаешь, за год? Я люблю, но все равно вот этого у меня еще не было, что, типа, купил билет и выехал в аэропорт. Но вот то, что мы сделали сегодня, это что-то наподобие этого. Потому что это на самом деле очень такое тупое решение, которое принесет нам много счастья. Точно. Это что, там лошадь идет? Да нет, это пьяная просто. Я не пьяная, просто не видно. И мне показалось, что это конь там идет на дороге, это человек. Да, это на самом деле медведь. Ну, похоже, издалека, посмотри, что такое черное. Можно предположить, что там конь идет. Ну, там тяжело идти по тропинкам, и они ходят по дорогам. Да, ну, это, мне кажется, даже более опасно. Конечно, потому что машина может просто не затормозить, не очистить. Да. Я угораю, ребят, знаете, над тем, что мы так спокойно в такие места набираемся в час ночи. Хотя вспомните любой ужастик. Мы просто подростки поехали куда-то. Природа. Так стрёмно, на самом деле. Ну, такие мы, конечно, самые подростки, но... Карина мне сейчас такая говорит, вот сейчас тут я тебя ставлю. Это было минут семь назад. Сейчас тут тебя высажу, за сколько пешком пойдешь, и мы с ним горали. Наконец. Ой, какой красивый снег повалил. Ага. Со шлагбаума. О, сейчас будет веселуха. Не, ну мы должны проехать. Тут вроде работали. Трактора. Интересно, сколько стоит трактор вызвать? И на чей счет это все? Не знаю, но ты посмотри реально, какие бордюры высокие. О, да. А вон она как. А! У меня тут торм. О, как от меня все раскопали. Как нет, здесь же везде снег был, наверное. Да. Мы доехали. Ты видишь, сколько здесь снега? Как насчет покататься на качелях? Я в шокере. Ну вот, мама прокопала. Мама сегодня весь день копала, чтобы вот так пройти можно было. Ну это просто лютая дичь. А вот стол, видишь? Как снимать? Да. Ну я ж блогерша. А ты не блогер, Роза? Я думала у вас смейная. Титокер. Аааа. А ты умеешь какие-то танцы танцевать? Он танцует, ты че? Да. Он там такое умеет, что ты даже не делала. Так что, ребят, мы доехали. Уже поздно, я пошла смывать маньяж, пить чай и спать. Теперь спокойной ночи. Новый день. Я сегодня молодец. Я встала в десять тридцать. При этом легла я вообще, по-моему, в три часа ночи. И это не потому, что мы типа тусили, гуляли, как это обычно происходит. Просто я не могла уснуть. У меня такая фигня снизу. У меня на даче вечно фигня одна снизу. Да, я вообще не помню. Я не помню что, но мне было стрёмно. Я тебе говорю, что мне снилось. Мне снилось то, что я не сплю. Блин, у меня тоже такое было целый час. А потом я все-таки ушла в глубокий сон. Это Studio 29. Как же похоже они делают. Вообще. С ума сойти. Это одинаковые костюмы. А. А, да. Да. Только, а у меня нет вот этой полоски. Чисто кармашки. Ну, считай, вот у тебя полоска. А у меня она просто здесь сидит. А, да. То есть, считай. Ха-ха. Он ее, правда, маленько уже растянут. Мы его вместе со Славой гоняем. Ха-ха. Мульдозер вышла погулять. Но ей, видимо, холодно. А мы, нашей троицей девичьей, идем горку делать Саньку. О! Давайте, давайте! Муль, а ты видела, сколько у нас партнеров? Сколько? Почти двести. Обалдеть. Тысяч? Ха-ха-ха. Вот это у нас с тобой, этот, синхронизация мозгов. Вау! Вот это горка! Вау! А что, это уже ледом стало? Льдом? А? Она еще вчера стала льдом, но у нее, видишь, вот эти вот... А воды еще пока не надо наливать. Принесет ведро. А это? А это полуглинано. А-а-а. Круто! Вот бы тебя облил кто-нибудь этим ведром. Когда я превращаюсь в ледыш, любишь кататься, люби. Люби. Вот бы эта горка до самой Москвы вела. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Тут разлет, один разлет. Сейчас оно заморозится под снегом и будет лед. Все работают. Вот Гошан приехал, тоже работает. Ха-ха. Да? Да. Один Саша только в снегу валяется. Пойдите! Нет. Это просто жесть. Он же... Саш, ну-ка подойди сюда. Он же выше тебя этот сугроб. А-а-а. А, ну да. Ты чуть выше. И то, наверное, из-за этого. Карине в машине рассказывала, что я спрошу у мамы по поводу такой зимы. И она точно скажет что-то в духе, такую зиму она видела, когда была мной беременна или когда я только родилась. И ты мне вчера что сказала? Ну... Ты мне примерно это и сказала, что такой зимы ты не помнишь. Вообще не помню, да. Очень давно это было. Стой! Саша, ты поедешь? Ты хочешь притрамбовать? Ладно. Подожди, Саш, не едь. Ну, траектории... Я не могу тебе доверить такое важное дело. Я не могу тебе доверить такое важное дело. Я не могу тебе доверить такое важное дело. Это так смешно выглядит. Стой, нам надо вместе сесть. Не, не надо. Когда мама хочет кататься больше всех. Так, я сижу. Теперь я должна поехать. Стой, сюда! А? Подожди! Нет, я уже еду. Куда? В горке? В горке? Что? Остановись, я сейчас за тобой поеду. Как ты за мной поедешь? Ты хочешь ноги мне свои засунуть? Ну, давай. Давай! Я уже боюсь. Я уже боюсь. Я буду твои ноги держать. Я буду ноги держать. Я буду ноги держать. Я буду ноги держать. Конечно. Нуууууууууу. Давай еще. Поехали! Поехали! Круто! Круто? Я уже проголодалась и накаталась, пока ты там. Это не честно! Мила лежит в море и любуется мамой. Мамочка! Баба! Тут так прикольно проводить. Что такое? Покажи свои зубки! Прям жива! Живой человек! Ты кусаешься? Ты кусаешься? Только если поцеловать. За губы! Она что, будет кусаться, если ты ее поцеловать захочешь? Мы сами все видели! Ну попробуй еще! Что? Нет, не кусается! А тогда огрызалась! Она не огрызалась! Она тоже хотела тебя поцеловать, наверное. В ответ. Она просто тоже тебя хочет поцеловать. Видишь, она поворачивается лицом, чтобы вы в губы поцеловались. Какая красотуля наша! Пришла к Карине! Пойдем в лес! Да в какой лес? Сама ты лес! Лес дремучий! Ладно, ты меня достал! Я вообще по жизни авантюристка! Какие слова! У меня, на самом деле, много слов странных в арсенале. Например, вертихвостка. Мне понравилось, когда мы были на Диод. Ты сказала, блин, я уже забыла. Сейчас. Но это она не при людях сказала. Это не при людях она сказала, а чисто при мне. А что это? К чему это было? Не помню. Что-то, видимо, прохиндейничал. Ну и что? Ладно, давай, делай контент для моего влога. Но это бред! Она говорит, пойдем в лес! Твоя мама еще вчера говорит, проснемся, пойдем в лес погуляем. Я думала, в лес не распространяется снег. Там просто не так много, может быть, из-за деревьев. Но все равно, видишь? Ну, конечно. Окей, уговорили. Ну да. Я не буду выходить, я замерзла. Подожди, подожди, открывай. Акция! Какая? Какая? Я в снегу купаюсь. Сумасшедшая. Ой, как все холодно. Я в шоке, ты в кроксах еще. Хотя бы ботинки бы одела. Вот чем мы отличаемся с Кариной? Я никогда такое не сделала. Никогда. Давайте пофоткаю. Хотя бы помогу. Чем смогу? Помоги. Как можно такой девочке не поставить лайк? Руки чуть-чуть. Не чувствую, но нормально. Сейчас шашлычок. Горячий. Так что у нас вот такой шикарный обеда-уза. Ну, открой. Обеда-уза. Мяс. А, я не понял. Вам что? Стейк и вам что? Вкусно мясо. Сейчас мы все возьмем. Минусич, когда лук сюда тоже, да, делаем? Ну да. А, вот из-за отсюда мне его брать? Горячого. Какой-то кусок. Ну, вот. Стейк хочешь? Вот нормально. Хорошенький я выбрала. Стейк будет вторая половинка. Да. Ты Владимир? Она за рулем. За вас. Крыся. Знаешь? А, ты крыса. Я знаю. И ты крыса. А я мышь. Нет. Мышицкие движения делают. Кто знает, какая крыса? Ты какого, Крася? Крысятнического. Знаю, я крыса всех крыс. Я вообще родилась, как говорят крысы. Я могу легально называть себя крысой. Ты реально крыса. Да. Ну ты тоже. Просто не по знаку. Я быт. Короче, вы тоже какой-то. Скажите. Ты крыса тоже получается? А Саша, какой год мам родился? Год тракона. Он дракон. Нет. Если ты родился в год крысы, ну, значит, тебе нельзя доверять. Нет. Не правда. Я тебе не доверяю, крыса. Саша, ты меня подставляешь. Да потому что крыса может из-под тяжка что-то сделать. Это правда. Я всегда ловлю. Пойдись вниз, нажмите сюда и сюда. Вы вообще помните, что в какой-то момент я перестала снимать недели влогов? Потому что они очень много энергии у меня забирают и расстраивают меня в какой-то период, когда я не выпускаю супер классное видео и все пишут типа фу, отстойное видео. Ну не все, но просто бывает такое. Я расстроилась из-за этого повода и где-то полгода или может даже 9 месяцев назад я сказала, что я больше не буду снимать недели влогов. Ну я имела в виду, что, конечно, может быть и буду, но просто в ближайшее время точно. Я прям отсюда вижу фонтан снега. Где? Короче, родители наши купили. А где фонтан снега? У нас во дворе родители наши купили снегоуборочную машинку, которая как-то классно автоматически на бензине засасывает снег и выбрасывает его лютым фонтаном наверх, куда-то вбок. Пошли быстрее смотреть, это должно быть супер весело! Быстрее! Это офигенно! Это супер круто! Это просто сказка! Это такая вечеринка! Это круто, брат! Очень! Смотри! Это офигенно! Вот! Смотрите, какой механизм! Он поглощает снег и выплевывает его! Мы уже с Гошоном в машине. Тетя Ирина, тетя Аркадий, Карина Что-то там крутят, мутят Да, мы уже на все готовеньки А мы греемся Не, ну минут три Три минуты мы идут А, да, так Гоша 10 минут назад зашел за мной Нет Нет? Все так кажется Целуйтесь Аккуратно хранила Господь, мои друзья Все, спасибо, до свидания Спасибо Почитала комментарии под своим новым влогом Поэтому полимываешь косточки Твои? Нет, под твоим Я уже почитала Ты читала комменты под моим влогом? Последним, да Там уже много плохого про меня Но я вам скажу так Она все равно моя подруга И я буду у нее в видео Хотите вы того или нет? Извините, ребят Я не знаю, как я терплю Да блин, реально Я понимаю, что кто-то Что-то кому-то может не нравиться Но я люблю ее О, что бы она ни сделала Кэмби, она не имела в виду себя быть Я тоже себя люблю Я... Какой бы крыси она ни была Поймите Какой бы крыси она ни была Она так милая Она взаимная Да Для меня все ее какие-то поступки крысиные Мышицкие Мышицкие Неважно, как хочешь Даже если где-то я могу подумать Ну, можно по-другому было сделать Все равно Мой человек Мы остановились на переезде Прямо перед нашим носом закрылся он Вот, смотрим Не зря, потому что мы увидели, как в первый раз здесь остановился Да, он никогда обычно не останавливается Мы такие не поняли Чим? О! Кстати, тут иногда можно минут сорок постоять Где там наш третий пассажир? Привет Так, мы завезли моего брата Сейчас у нас восемь сорок восемь Как раз время начинать садиться за монтаж Так что сейчас Карина уже заведет меня домой Я смою макияж Сяду за монтаж Удачи тебе На самом деле сложная дорога После такого очень сложно монтировать Ну, я хотя бы не за рулем Да, я по сути просто сидела И семечки щелкала Ну, в любом случае хочется быстро смонтировать Помыться Как-то, не знаю Лечь И все-таки, наконец-то, поесть чипсов Я уже не знаю, сколько ей будет мечты Это, конечно, какая-то дичь Мечта Мечты У всех разные мечты Моя мечта просто лежать, играть в ферму Покушать чипсы Посмотреть реакции Юлика Хованского Это очень смешно, кстати Посмотри, как-нибудь Это очень смешно Я пыталась Я смотрю, ты каждый раз об этом говоришь Я не знаю, я ору в голос иногда Но мы со Славой еще начали смотреть Сначала я смотрела, угорала Потом как-то я говорю Ты не против, если я это включу Пока мы лежим в телефонах всяких своих Ну, на кровати Я включаю И он лежит такой, типа, знаешь Как будто в целом не слушает Но в какой-то момент такой, типа А-ха-ха Типа смеется И в итоге ему понравилось А началось с беременной 16 Их реакции И это на самом деле дичь Потому что там некоторые беременные 16 У них там какие-то жуткие роды Какой-то ужас Который, наверное, не надо было показывать Своему парню Ну, короче, да Хочется просто поваляться Вот прям отдохнуть Хотя, да Звучит странно Ничего такого я сегодня реально не сделала Чтобы как-то сильно отдыхать Дорога выматывает Ну, да Дорога выматывает Сейчас монтаж Кстати, у меня нет абсолютно Каких-то четких планов на завтра Поэтому вообще не знаю Чего от меня можно ожидать завтра Так что Ну, как бы мне надо съездить По каким-то делам Но я не знаю Поеду ли я завтра По каким-то делам Короче, это я к тому Что, если что Завтра, может быть, будет Какой-то домашний влог Это не точно Лучше дождитесь завтра Вот А вообще, да Начинается понедельник Блин, это у меня Какой влог? Третий? Сейчас третий Обычно на четвертом Тяжело становится В общем, ладно, ребят Я с вами прощаюсь Карина меня уже привезла Дома не буду с вами прощаться Чтобы сразу начать монтаж Чтобы пораньше лечь спать Отдыхать Так что, спасибо, что были с нами Хватит писать Мега цифр Люблю вас, хейтеры Хватит Надо жить хорошим Думать о будущем А не вспоминать Какие-то прочные Умейте Не злиться Прощать Не обижаться Короче, все Пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому